Добрый день! Едем на маршрутке из КГТ Ленина в город Щелкино. Только что мы отъехали от железнодорожного вокзала, сам вокзал я снять не успел. Ну да ладно, будем рассказывать о том, что проезжаем по пути. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайки, чтобы у меня была мотивация снимать видео о путешествиях и поездках. А Ленина у нас осталось слева. Мы сейчас проезжаем через окраину Ленина. Такую торгово-складскую, тут магазины строиматериалов и тому подобное, сервисы всякие. И приближаемся к железнодорожному переезду. Сейчас будет поворот правый. И сам переезд. Переезд сейчас не загруженный, на нем почти никогда машины не стоят, потому что поездов мало. Но когда откроют движение по Крымскому мосту, наверное, их будет много и здесь могут быть проблемы. Снималось это видео в сентябре 2019 года. Конец сентября. Погода теплая. Плюс 20-22 на дворе, на улице. Все деревья еще зеленые, трава пожухла, конечно, но все равно тепло и очень комфортно. Так, преодолеваем переезд. Переди бедная кушка шугается, не может дорогу перейти. Вот я подогнал водитель сигналом. Кушка благополучно перебралась. Так, теперь... Вот это слева у нас еще окраина Ленина. Жилая уже не промышленная. Мы проезжаем через нее. Дорога тут достаточно скромная, полосная, узенькая. Но в неплохом состоянии. Ям и колдобин нет. Везде заплаты. Так ее поддерживают в рабочем состоянии. Ездят мы. Меня же в субботу предупреждали, чтобы и сегодня, и завтра. Рот. Это все еще лень. Жилая зона. Поговорите с этим. А мы не хотим, что не захочет. Ну, тут такая... Чем хорош отдых примутим, что такая безмятежность и спокойствие. Сельская местность, вот в этих местах. Чистый воздух, никакой промышленности. Никто никуда не торопится. Все размеренно, очень спокойно. Очень расслаблено все. Не так, как в Москве. И это очень приятно. Ложится, как бальзам на душу. Вдоль дороги тянется лесополоса. Защитные лесополосы. Они тут сохранились у большинства мест. Потому что в 90-е годы Крыму их вырубали, чтобы продавать на траву. На дрова. Когда денег не было. Браконьеры вырубали деревья. Продавали на траву. Такое безумное владействие. Но здесь, слава богу, все сохранилось. Вот у нас закончилась. Уже часть Ленина. Вот эта окраинная. Едем дальше. Водитель набирает скорость. Тут лесополосы нет. Да. И вот это мы въезжаем сейчас в село Калиновка. Оно рядом примыкает к Ленину практически. Такое пригородное село. У него будет несколько остановок. По пути будут выходить люди. Жители Калиновкой ездят у Ленина на работу. Потому что у Калиновки самой ничего нет. И поэтому маршрутки ведет как третья часть сейчас жителей Калиновки. Что касается Ленина, то смотреть там особенно не на что. Это посылок городского типа. Ну, все знают, как это выглядит. Ухоженный центр. Там скверики в центре, памятники, дом культуры. А вокруг частная застройка. Есть несколько домов многоэтажных, пятиэтажек. Ну, пожалуй, все. Так, вот это те остановки, о которых я говорил. Местные жители выходят. Другие садятся. Сейчас поедем дальше. Через Калиновку я много раз проезжал, но никогда не выходил. Потому что делать здесь нечего. Она не на море. Спросом у отдыхающих не пользуется. Ну, соответственно, здесь нет ни пансионата, ни гостиниц, ни никакого жилья, которое сдается. То есть просто живут люди местные. И все. Ну, вот вышло довольно много. Так, ну, вот навстречу прошел автобус. Из Щелкина в Ленину. А мы едем дальше. Вот Щелкина. В Калиновке есть магистральный газ, природный газ. Сюда дотянули трубу. А дальше его нет. Тут все заканчивается. Так что жителям Калиновки повезло. В Щелкино тоже нет природного газа. Но там он и не нужен, потому что отопление центральное, а плита в домах работает электричеством. Вот, кстати, как раз газопровод через дорогу брошен. Будет дальше еще один. Так что в домах у местных людей стоит газовое отопление. Очень удобно. Экономично. Экономично. Потому что ни угля, ни дров, крымов нет. Отапливаться особо нечем. Вторая остановка Калиновка. Здесь никто не выходит. Тут есть из больших зданий в Калиновке Телкодом Культура. Мы его уже проехали. Не знаю, и теплеса там какая-то жизнь. Или нет. Но он и не есть еще сельский. Так, Калиновка закончилась. Несколько километров дороги через поля. Справа слева поля. Здесь лесополосы нет. Может вырубили, может ее вынимать. Через несколько километров будет село Семеновка. Семеновка уже по интересным плане отдыха. Она стоит на море. Там я один раз обошел ее. И могу сказать, что пляж там узкий. А берега прыгастый. Но людей из этого очень мало. Поэтому кто хочет совсем уж уединения, тот едет к Семену. И, опять. Тут много сплошных линий. Вот на этой узкой дороге. Я когда брал скутер на прогат. И меня когда обгоняли через сплошную. Было, в общем-то, как-то неуютно. На скутерах. Местные жители не очень обращают внимание. На сплошную, когда надо обгоняют. Да, вот сейчас слева был поворот на село Заводское. Мы не заезжаем туда. Там стоит ретранслятор. Ничего примечательного нет. Заводское уже на море. Но тоже я не слышал, чтобы куда-то туда кто-то ездил отдыхать. Видимо, берег обрывистый и неудобно. Автобусы заезжают в Заводское, а маршрутка нет. Таким образом, мы экономим минут 15 времени. Движемся по направлению к Семеновке. Движемся по направлению к Семеновке. Так, я слышал, что там можно купить у рыбаков. Там была, по крайней мере, несколько лет назад рыболовная артель. Там Сенер стоял небольшой. Там можно купить по дешевке рыбы. Ну, дешевле, чем на рынке. Опять же, ехать туда за градирой, когда, по смыслу, нет. Так, приближается в Семеновке. Да, вот уже и она, так сказать. Ну, началась Семеновка. Тут тоже будет несколько остановок. Село расположено все слева. Здесь пансионаты, потому что море. Справа очень мало строений. Слева все основная жилая зона. Ну, и до моря тут метров 200-300. Земля дорогая в Семеновке, потому что море, опять же. Вот впереди виднеется высокое здание. Это строили аквапарк. Планировалось построить здесь. Потом власти похватились, что берег может обрушиться. Здесь огрылости берег от его деятельности. И запретили строительство. Теперь это здание просто сдается отдыхающим. Аквапарка здесь не будет. Переделать его в гостиницу. Самое приятное, что можно с ним делать. Нет, нет, опять же, нужны деньги. А так, в несколько пансионатов есть несколько гостиниц. И я смотрел, люди тут отдыхают. Но я предпочитаю отдых в Семеновке. Так, впереди начинается слева дачный массив. Семеновский. Щелкенский. Дачи уже не село, а просто дачи. На них некоторые живут круглый год. Вода есть, свет есть. Судорство во дворе. В сельском местности к этому не привыкать. А уже за тем холмом дальше начнутся... Вот за тем, который впереди. Дальше начнутся... Щелкенские дачи. Может будет город Щелкен. Да, вот на эту остановку люди выходят, опять же. Ждем, пока выйдут. Поехали. Надо бы, конечно, хоть раз работать в Семеновке. Может быть, когда-нибудь в Москве. Местные носятся по этой дороге. Бывает с большой скоростью. Лыхачат. Так, вот здесь слева будет сейчас такое промышленное место. Там стоят насосы нефтяные, и они качают нефть. Тут есть небольшое месторождение нефти. Ведает ими черномор нефтегаз. Ее сливают со старт, но потом вывозят. Ну, чисто такое местное месторождение. Не знаю, куда ее потом девают. Но уже уже наказано, наверное, в лесу. Я не хочу, чтобы это закрывать. Вот. И вот где стоят эти насосы, останавливаться запрещено машину. Это место такое небезопасное, где нефть, а не сопутствующая грязь. Если кто-нибудь закурит поблизости, то понятно, что это может произойти неприятность. Ну, вот уже начинаются ручки. Ткани тут небольшие, а чем ближе к щелканной даче становится, тем больше, потому что их расстраивают. На большой площади и потом сдают их вернущим. Некоторые предприниматели искупают в небезопасных дачных участках. Устроят там прямо пансионаты, базовая гостиница. Что вам интересно, вы можете пояснить в интернете. Частная база, это частная гостиница в районе Щелкань. Вроде Щелкань. Называть их не буду, чтобы меня угрожали. Называть их не буду, чтобы меня угрожали. А вот еще дачи. Уже они побольше становятся. А вот там, где подъем впереди, они уже совсем ручки. Да, тут есть еще по пути бухта, поворот на бухту Широкую. В Широкой бухте залегает голубая глина, косметическое средство и лечебное. Туда я тоже ни разу не ездил. Но любители вот таких природных лечебных средств туда наведываются. Впрочем, голубую глину, которую там добывают, достают из Широкой бухты. Ну, в Шелкань на рынке я тоже продаю. Так что я так не знаю. Ну, разок можно съездить, кому интересно. Просто для угазора. Вот уже начинается. Вот за этой заправочкой будет Щелкино. Тут большие дома начинаются. Дачные. А дальше открывается, сейчас откроется вид на Брусскую бухту, на берегу которой расположен город Щелкино. Вот она, бухта. А там дальше уже пойдут пятиэтажные, девятиэтажные дома. Сам город начнется. Ну, парк километров. Вот и вся дорога. Субтитры сделал DimaTorzok